Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня не четверг, а среда. Но, тем не менее, мы сегодня встречаемся в программе «Подоплёка». И в гостях у нас выпускник Московской академии нефти и газа имени Губкина, руководитель Департамента инвестиций и развития компании по управлению магистральными газопроводами и Нчуканским газовым хранилищем Ивар Щербицкес. Добрый день. Здравствуйте. Мы пригласили специалиста по газу для того, чтобы сегодня поговорить о том, что у нас вообще происходит с рынком, почему мы стали платить за газ больше, может ли возникнуть такая ситуация, когда мы замерзнем, и что делает компания «Коннексус Балтик Грид», в которой работает Ивар Щербицкий, для того, чтобы этого не произошло. Итак, мы вас просим звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 в студию, чтобы поделиться вашим мнением, почему у нас при всяких подвижках к открытости рынка и свободной конкуренции, почему-то неизменно растут цены. Хотя вроде бы должно быть наоборот, и правительство, когда оно продает налогоплательщикам и жителям эти свои идеи, оно всегда говорит о том, что конкуренция – это хорошо, и свободный рынок все разрулит. Итак, хочу вернуться к драматическому моменту весны 2018 года, когда «Инчуканс» практически был использован полностью. Вы тогда еще работали в «Инчуканце», Ивар, или уже перешли на должность руководителя инвестиций? Нет, ну, я хотел бы позволить себе вас немножко поправить, потому что «Инчуканс» был полностью заполнен в последний раз в 2015-2016 году. И тогда, да, я еще выполнял обязанности руководителя «Инчуканское хранилище газа». То есть, по сути, потребность в полном заполнении пропала уже в то время? Из-за того, что потребление уменьшилось? Ну, видите, до, скажем так, открытия рынка, и чему последовало дальнейшее разделение компаний «Латвия с газа» на три отдельных предприятия, до этого момента «Газпром» активно пользовался «Инчуканским хранилищем газа» для хранения объемов газа для российских потребителей. После этих событий, конечно, «Газпром» оптимизировал свою систему. То есть, он обиделся на нас? Я не думаю. Я думаю, что просто, возможно, в российской стороне упало потребление. Возможно, невозможно. Мы точно знаем, что их система тоже развивается. Появились какие-то, возможно, другие технические решения, как эту потребность, скажем, частично обеспечить с внутренним ресурсом. Таким образом, «Инчуканск» в тот момент потерял часть своих доходов за хранение? Ну, можно так сказать, да. Но не доходов, а объемов хранения газа. Ну, газы же хранятся не просто так, а за деньги, нет? Ну, в конечном итоге, наверное, вы правы, да. Хорошо. Ну, то есть, не открытие рынка было причиной тому, чтобы объемы хранения снизились, а объективная ситуация в регионе? Ну, да, потому что, в принципе, никому не секрет, что потребление газа в регионе, ну, скажем так, все три прибалтийские страны, да, в советское время был на порядок выше, чем сейчас, и практически инфраструктура осталась той же по мощности, да, так что все в мире идет, меняется по спирали, как нам всем известно. Ну, это один из тех моментов. Вы говорите, потребление было на порядок больше, ну, то есть, условно, потребляли, Рига потребляла там не 2 миллиарда, а 20 миллиардов? Ну, не так, может, критично, но, скажем, в последние годы советская власть и Латвия потребляла более 3 миллиардов кубометров газа на сегодняшний день, ну, грубо говоря, полтора, да. То же самое случилось в Литве, в Эстонии еще реже. Было потребление в районе 2 миллиардов, теперь в районе полумиллиарда кубометров. Ну, одна из главных тревог, которые, ну, испытывали специалисты вот при открытии рынка, состояла в том, что, так сказать, игроков этого рынка, операторов продажи газа потребителям, в принципе, никто не обязал хранить запасы в Инчукансе. То есть, они были совершенно с развязанными руками. Единственный, кто, по-моему, это сделал, это все-таки Латвия с газа, ну, по инерции или просто обладая большей информацией. Как сейчас ситуация меняется? И, ну, планирует ли законодатель, например, ввести такие какие-то нормы, которые гарантируют то, что потребитель останется, не останется, так сказать, в холодной квартире или в холодном доме? Нет, ну, конечно, скажем так, в рыночных условиях мы живем уже второй-третий год. Естественно, что, скажем так, правила рынка вырабатываются, и, так скажем, наш рынок становится все более упорядоченным, если так можно выразиться. Да, возможно, немножко жалко, что в момент открытия рынка, и об этом тогда и руководство компании «Латвия с газа» предупреждало, ну, может, мы, как говорится, как специалисты, слишком тихо это выражались, но не услышали, что необходимы такие условия, кто как гарантирует бесперебойность, скажем, бесперебойность подачи газа. Да, изначально такие условия не были работаны, но на сегодняшний день, должен сказать, что Министерство экономики, также регулятор и в том числе и все три компании участвовали, и появились определенные правила игры, ну, как условно так называемый аукцион на газ, посредством которым «Коннексус» все-таки 300 миллионов кубических метров имеют право закачать, скажем, хранилище и эти расходы включить в тариф. То есть на сегодняшний день, ну, мы можем тут говорить, это достаточно или недостаточно, но сам инструмент, скажем так, критично, по моему мнению, критично малый, но он есть. Ну, то есть 300 миллионов кубометров – это в лютую стужу на 10 дней? Ну, нет, если мы смотрим в разрезе латвийского потребления, то это, в принципе, можно сказать так, максимальное потребление 30 дней Латвии, но тут есть, скажем так, маленькие технические подоплеки именно в сфере эксплуатации инчуканского ПХГ, что мы не можем так прямо смотреть, да, что это 30 дней. То есть есть, как говорится, суточный максимум, при котором… Ну, вот суточный максимум составляет 30 миллионов кубометров, да? Где-то максимум, что в Латвии последние годы зарегистрировано, это 12 миллионов кубометров в сутки потребления. Но технически возможность забирать 30 миллионов кубометров есть? Если в Инчуканце объём, так скажем, товарного газа, да, или тот газ, который можем свободно вынимать из хранилища по необходимости, становится где-то ниже 200 миллионов кубометров, то мы уже вот эти 10-12 миллионов ежедневно выбрать не можем. Потому что… Табление в пласте падает, и поэтому… Да, и поэтому это технически невозможно. И что мы-то скажем… А когда политики принимают решение, они вот вообще какую-то техническую информацию анализируют, или это идеализм такой, глупость? Ну, это скорее вопрос к политикам, не ко мне. Ну, то есть, когда принималось решение открыть рынок газа, вот такие технические аспекты проанализированы не были? Ну, знаете… Если бы не ответственность какой-то одной компании, то вообще Инчукан смог стоять вот только с буферным газом и всё? Были такие, скажем, у некоторых специалистов, скажем так, плачевные прогнозы. Я никогда таким пессимистом не был. Я прекрасно представляю роль Инчуканского ПХГ в регионной системе газоснабжения. И я практически уверен, в ближайшее будущее, пока здесь будет употребляться газ Инчуканской ПХГ, будет. Вопрос объёма ухранения. Ну, тут очень много разных обстоятельств, которые на это может повлиять. Я бы наврал, если бы я сказал, что я знаю, что будет завтра. Точностью это можно сравнить, как в своё время был постулат, что цены на недвижимость не могут упасть, если нет войны. Да, но мы сами видели, что войны не было, а цены на недвижимость какое-то время назад рухнули. Так что это, конечно, ну, рынок этим, он интересен. Так, чтобы пояснить, возможно, более точно, я бы хотел сказать, что и в других странах, где открывались рынки, также наступали на грабли, и также были, как говорится, рубцы на лице. Да, 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 и мы не единственные, которые прошли такой путь самообучения, скажем так. Но, может, мы могли больше поучиться у опыта, который страны первопроходимцы. Первопроходцы. Ну, возможно, временные рамки. Я думаю, все люди, которые были в это вовлечены, вам смогут назвать сотню причин, почему это произошло так, а не по-другому. Мы приглашаем наших радиослушателей задавать вопросы специалисту по газовой индустрии Иву Рощербискису. Наши телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9. А, в принципе, сейчас мы говорим о том, что, ну, соответствует ли реальная вот ситуация для потребителя тем идеальным идеям, идеальным идеям Масла Маслина, которые высказывало нам правительство перед тем, как открывать рынок. Напомню, что согласно пресс-релизу Министерства экономики от 6 ноября 2013 года 850 тысяч домашних хозяйств станут активными участниками рынка и смогут покупать электроэнергию на свободном рынке, выбирая самое выгодное предложение. Главные выгоды – это большая конкуренция между поставщиками, прозрачность и более конкурентоспособная цена для пользователей. Согласно официальным данным, после открытия рынка электроэнергии ее цена стала выше на 27,6%. Та же история повторилась на рынке газа, потому что Ригас Силтумс вот буквально на этот отопительный сезон получил согласие регулятора общественных услуг поднять цены теплоэнергии на 16% на основании того, что цена газа выросла на 35%. Есть хорошая новость, что если в будущем цены газа снизятся, и Ригас Силтумс получит непредвиденную прибыль, он должен будет вернуть ее потребителям, снизив тариф. Так напоминает нам регулятор. У нас есть звонок, но мы сейчас должны... Нет, мы можем еще принять звонок. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Я 60 лет живу в Латвии и работал в георазведочной экспедиции. Мы были летом Чукаунской разохранилищей, основной поставщик газа «Газпром». «Газпром» цены не повышает здесь, внутри вот эти наши политики, горе-политики. Все крутят, вертят. И цена будет, если «Газпром» будет один совершать, и они здесь не будут повышаться, цена не будет повышаться. Но наши политики, горе-политики, все время кричат «Энергонезависимость от России», то есть от России уйти от дешевого газа и брать дорогой американский газ, чтобы людям было похуже жизнь. Вот так они все делают. Спасибо вам за ваш комментарий. Мы вернемся к обсуждению вопроса цены и американского газа после небольшого перерыва. Не переключайтесь, ждем вас снова в эфире. Добрый день. Еще раз программа «Подоплека. Исследуем рынок газа». Вот накануне перерыва позвонил слушатель, сказал, что если бы мы не рыпались и продолжали покупать газ у «Газпрома», мы, кстати, у него и покупаем, кажется, ничего не изменилось с открытым рынком. Просто раньше торговал один «Латвия с газа», а сейчас лицензии выдано около 20 штук. Вот и каждый в меру своей, так сказать, пронырливости пытается «Газпромовский газ» перепродать. Так вот, наш слушатель сказал, что все политические игры, и если бы не они, то мы бы жили хорошо. Но вот Ивар Щербицкий не только крупный специалист по нефти и газу, но и пользователь, у него есть свое мнение на эту тему. Нет, ну, конечно, спасибо слушателю за комментарии. Тут как раз тот случай, когда можно сказать, что правда где-то посередине, потому что надо понимать четко, что, скажем, окончательная цена у потребителя формируется от цены на газ и плюс от цены на пользование инфраструктурой. И, к сожалению или к счастью, но инфраструктура, она как была своего рода монополиста, так и осталась. И, в принципе, мы имеем право, или манипуляции проходят только ценой на газ. Если говорить о цене поставки газа, то как «Газпром», так и другие поставщики, которые приходят к нам через Клайпецкий терминал жидерного газа, они приходят, в принципе, по принципу низшей цены. И тот же «Газпром» у них тоже по контрактным условиям. Я, конечно, ими не уверен, но я не владею, но я практически уверен и вижу по трендам, что, в принципе, идет привязка к биржевой цене «Газпул». И нам, получается, сегодня цену диктует не как раньше «Газпром» или кто-то другой, или американцы, нам цену на сам газ диктует европейская биржа газа. И в зависимости от роста спроса в бирже меняется цена, и мы ей следуем. У нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вот вашему гостю вопрос такой, потому что очень многие люди сейчас из Латвии выехали, и газовое хозяйство дома, которое, если я имею в виду газовая плита, она стоит и не дергается, и не работает, не зажигается. Так вот ввели поэтому вот эту дурацкую абонентскую плату, самую минимальную, 2 евро 14 центов. И человек, который даже вообще газом не пользуется, он ему не нужен, может его отключать, потому что люди не ездят, вообще вернутся они в Латвию или нет, и платят почти вот эти 26-27 евро за газ. Вы считаете это грабеж или нет? Спасибо. Ну, очень интересный вопрос. Ну, к сожалению, этот вопрос надо было вам пригласить по таким вопросам, наверное, специалиста компании ГАСО. Я занимаюсь, скажем так, большими трубами, большими давлениями, которые достаточно далеко находятся от потребителя, да, плитами никогда в жизни не занимался, но это лично мое мнение, я так не считаю, потому что та же компания ГАСО, она должна обеспечить содержание системы, то есть, как и любой автомобиль вы купили, его надо поддерживать техсостояния. И если у вас есть плита, вы, может, не пользуетесь газом, но труба к вашей плите построена, ее кто-то должен время от времени опрессовывать, гарантировать, что там нет утечек, это издержки. Тогда я не знаю, или это возможно, я советую, кто не хочет платить, просто отключаться и все. Ясно, у нас есть еще один звонок. Добрый день, говорите. Добрый день. Вопрос такой. Вы знаете, вот либерализация газового рынка, я так понимаю, немножко дилетант, но как потребитель, я понимаю, что это, в принципе, и доступ к Ханчуканскому газохранилищу других игроков, которые будут играть. Да, совершенно верно, понимаете. Да, вот скажите, газ-то бывает разный, например, туркменский газ, там с большим содержанием серый, там, значит, из каких-то сибирских месторождений, там, вроде бы, почище. Американский газ тоже будет отличаться чем-то. Вот как будет вообще происходить, вот если, например, американцы построят в Ханчуканск свой терминал и будут закачивать в Ханчуканск свой газ? Значит, вот как определять вообще затраты на его очистку или, значит, его будут закачивать таким, как он есть, а выходить будет очищенный? Вот эта ценовая составляющая, она будет каким-то образом меняться от того, какой производитель, какой газ туда закачивает? Или, значит, это что-то будет усредненное, или потребитель вообще, даже не будет, платя за американский газ, будет потреблять совершенно иной? Спасибо. Ну, спасибо за вопрос. Я сразу могу сказать, что слушатель немножко лукавит, он совсем не дилетант в этих делах, раз задает такой вопрос. Но, в принципе, газ, естественно, из каждой залежи отличается по химическому составу, но тут есть несколько границ, которые нам дают техническому персоналу и, скажем, как владельцу инфраструктуры. Гарантировать, что вы на своих установках потребления газа получите соответствующего качества газ. Во-первых, чтобы газ ввести в магистральную систему газопровода в Латвии, оно должно соответствовать определенным требованиям качества. Ну, естественно, что тут есть определенные допуски, и потому наша компания построила 10 пунктов определения качества и энергоемкости газа, и, в принципе, на всех магистральных трубопроводах. То есть, получается, на каждом входном пункте есть такая аппаратура? В общем, так, на каждом выходном пункте к потребителям есть аппаратура, которая оценивает калорийность газа, и вы уже платите, потому и введена оплата не кубометрах теперь, а за калорийность. Вот именно за этих целесоображений. За мегаватт и киловатт. Я вам могу пообещать, что вы платите честно за те калории, которые получили, без обмана. Хорошо, есть еще один звонок. Добрый день, слушаем вас. Что-то не получилось. Ладно, хорошо, значит, доступ к инчукансу имеют все операторы. И, кстати, вот вчера в Риге прошла конференция Европейской ассоциации «Еврогаз», на которой, ну, лично я, как человек, который наблюдает за этой темой, услышала такую обнадеживающую новость о том, что в этом году использование инчуканского подземного хранилища газа увеличилось по сравнению с прошлым годом на 33%. И очень интересно, что впервые, наверное, в истории 20% объема запросила и использует Литва. Вот это, наконец-то, так сказать, повлияло на нас существование Клайпецкого терминала или то, что на сжиженный природный газ в этом году летом очень упали цены, это стало очень выгодно, и, так сказать, игроки принялись закупать для себя этот газ. Ну, а, естественно, чтобы хранить его, нужно использовать инчуканс. Ну, я бы хотел сказать, что положительно на нас сыграли, так сказать, прогнозы этих торговых платформ в Европе, да, как я говорил, например, «Газпул». Там есть такое понятие, как различие цены между летней и зимой ценой год вперед. И в этом году, по сравнению с предыдущим годом, она подскочила, ну, я скажу, более, ну, или в районе 10 раз. Естественно, все торговцы, понимая, что зимой кофе будет дороже, начали закупать зернышко летом, так сказать, да. И да, в этом году мы, как оператор хранилища, очень приятно, как говорится, нам приятно, что, в принципе, инчуканс востребован, можно сказать, полностью на сегодня доступные технические мощности. И это нам дает возможность, как и вы говорили про Рига Силтумс, у нас похожая методология к тарифам, то есть если растет объем и хранение, падает цена на единицу хранения. То есть для наших слушателей есть хорошая новость, что цена на газ, вот она поднялась, мы, так сказать, имели неприятные чувства, они сменятся приятными, цена упадет. Ну, видите, пользователи не являются прямыми клиентами Connections Boat Grade, но я могу так сказать, что это будут хорошие новости, скажем, торговцам, которые пользуются инчуканским ПХГ. Ну и надеюсь, что они эти хорошие новости перенесут и на конечного потребителя. Ну, еще один аспект, который обсуждался вчера вот на этом крупном форуме, это существование единого рынка газа. И этот единый рынок подразумевает участие не только Балтийских стран, но и Финляндии. И вот вчера прозвучала информация о том, что построен трубопровод Балтий-коннектор, который соединит Эстонию с Финляндией, таким образом у нас появится как бы круговорот газа между участниками рынка. И, соответственно, тогда Финляндия может быть тоже пользователем инчуканса, или скорее будет наоборот. Мы будем Финляндию качать или Финляндия к нам? Или это опять-таки будет тот же самый российский газ, только по кругу? Ну, так, начну ответ на ваш вопрос с того, пояснение, что сегодняшний день есть два пути поставки газа на наш регион. Это страны Прибалтики и Финляндия. Это напрямую по трубе из России или через терминал жиженного газа Склайпина. Что через Литву газ придет? Ну, там еще через Беларусь, да, транзитное государство. Но, в принципе, это два пути поставки. Финнов сегодня технически, в принципе, есть прямой путь поставки только с Россией. Ну, я думаю, что нам, как оператор инчуканского хранилища, выгодно оба случая. Или это финны качают к нам, или мы к ним. Лишь богатый газ приходил на инчуканское ПХГ. И чем больше будет наша система магистральных газопроводов инчуканца востребована, ну, в профессиональном языке это называется, утилизирована, да. То есть, чем больше будет коэффициент использования ее выше, тем цены на пользование инфраструктуры, естественно, ниже. Ну, вот, кстати, даже не инфраструктура почему-то тормозит этот единый рынок, а позиция Литвы, которая хочет за Клайпидус, за всех нас, деньги получать. Вот почему, например, Латвия тоже не выходит с ультиматумами, платите нам за инчуканц? Сколько денег вложено было акционерами в развитие и модернизацию инчуканца вот за время вашей работы? Ну, я бы сказал, что в целом на сегодняшний день, где-то начиная с 2004 года, грубо говоря, вложено порядка 200 миллионов в модернизацию. И мы планируем и в будущем. На сегодняшний день мы развиваем проект по усилению работы инчуканского ПХГ, мы его так назвали. В объемах этих работ также есть вводного технологического процесса, так называемого отбора газа под компримированием. То есть это с помощью компрессорных агрегатов, это даст возможность инчуканцу стать более, ну, я не знаю, по-русски flexible, да? Под гибким. Более гибким в своей работе. Ну, и объем этого проекта, который нам софинансирует Евросоюз, 88 миллионов евро и так дальше. То есть получается, что Евросоюз понимает важность этого объекта для энергосистемы и выделяет средства для того, чтобы необходимые технические работы не делали за счет потребителей Латвии или всего нашего Балтийского региона, а все-таки были для них более приемлемы по ценам. То есть получается, что из вот тех денег, 88 миллионов, которые вы вложите в ближайшее время в инчуканц, сколько упадет на тариф, а сколько останется, ну, так сказать, как подарок от Евросоюза? Ну, подарок будет 50% и 50% придется нам вложить своих средств потребителям, то есть, да, в итоге. Ну, посчитаны от этого возможные социально-экономические улучшения, которые уже, если мы вкладываем 80 миллионов, но эти социально-экономические, то есть, надо будет меньше, возможно, газа закачивать для погашения этих максимальных пиков потребления. Да, из-за этих всех, как бы, экономия должна составить в пределах 300 миллионов, да. То есть, как бы, в итоге это все должно привести, по крайней мере, по составляющей инчуканца к падению ее для конечного потребителя. Затрат на него. У нас есть звонок, добрый день, говорите. Добрый день. А вот хотел бы узнать, какую прибыль принесла в Латвии отказ от транзита российского газа. А у нас не было транзита российского газа. Здрасте, а колюжный, почему-то, посол? Ну, то есть, вы имеете в виду то, что закачивалось для Санкт-Петербургского, Псковского региона? Ну, Норд-3-1 должен был пройти через Латвию. Память короткая. Понятно, понятно. Это должно было быть 400 миллионов только Латов за транзит. Вы посчитайте Норд-3-2. Это значит, миллиард евро мы отказались от прибыли. Ой, это очень тонкая тема, наверное, ее надо было бы обсуждать. Это тонкая тема, это из-за тупости наших руководителей. Ну что, тупые наши руководители, Игорь, ответьте человеку на прямо поставленный вопрос. Ну, я думаю, что я буду политкорректным. И это не тот вопрос, на который я могу дать ответ. В определенных ситуациях один и тот же человек может принять разные решения, в зависимости, возможно, от каких-то, скажем, каких-то факторов, которые влияют на принятие этого решения. Я там не участвовал, решения не принимал. Мне тяжело комментировать как специалист газовой отрасли. Я бы, конечно, как профессионал был бы очень рад, если бы эти два газопровода проходили через Латвию. У меня наверняка было бы, наверное, больше возможностей трудоустройства. Я больше скажу радиослушателям. У нас же в районе Добыла есть еще геологические структуры, которые были пригодны для устройства новых газохранилищ подземных. И именно этот фактор обсуждался в начале 2000-х годов, когда шли обсуждения трассировки вот этих газопроводов новых в Европу. То есть это могла бы быть такой большой хаб для хранения этого топлива? Ну, если быть совсем корректным, то у Латвии осознано еще 67 мест, где возможно, возможно, после геологической, конечно, исследования, часть бы структуры отпала. Но каких-то, я уверен, 10-20 структур осталось бы пригодным к хранению газа. Добельска отличается лишь чем, что она уже разборена частично. Там 20 скважин в последние годы СССР были разборены. Конечно, я уверен, что если бы такой проект, как Nord Stream, шел бы через латвийскую территорию и с этим возможным прицелом эти буровые работы были проведены. Ну, наверное, я считаю всегда, мое мировоззрение, что жалеть о том, что уже ушло, это не стоит того времени. Угу, бессмысленно. Да, это уже не вернешь. Понятно. Ну, то есть, если говорить о надежности, так сказать, нашей системы и вспомнить, что Латвия с газа выводила Латвию на четвертую позицию в Европе по надежности этой системы, то есть, ну, как бы, она давала потребителю, наверное, стопроцентную уверенность в том, что он не замерзнет, не останется без газа. И на самом деле таких случаев не было. Вот как можно сегодня оценить эту, ну, как бы, позицию Латвии после того, как рынок открылся, после того, как Инчуканс перестал быть частью интегрированной системы Латвия с газой? Ну, возможно, тут есть какие-то, скажем так, в законодательстве, да, есть эти пропуски или что-то, но, мое мнение, на сегодняшний день до сих пор, насколько я знаю, ну, там, кроме исключая какие-то технические причины, да, ни отдельность потребителей, не было ограничено в потреблении газа. Ну, вот, к сожалению, такой новой переоценки надежности поставок пока не было Евросоюзом проведено, но я считаю, до тех пор, пока этих перерывов в поставках и ограничений в объемах поставок нету, мы находимся там же, где мы были. Я не вижу ни одной причины, чтобы быть, скажем, пессимистом и говорить, что что-то не так. Ведь все функционирует, газ в квартиры, в дома, на производственные предприятия поступает. Ну, в принципе, Латвия достаточно зеленая страна, благодаря тому, что у нас есть каскад Рижских ГЭС, благодаря тому, что у нас наши ТЭЦ работают на газе и, соответственно, минимально загрязняют окружающую среду. В этом плане должны ли мы реально бежать впереди всей планеты, вводя там, возобновляемую энергию и беря на себя повышенные обязательства перед Евросоюзом? Ну, видите, тут не только все зависит от, скажем так, нашей точки зрения, возможно, точки зрения нашего руководства страны. Ведь мы живем в большой, опять в одной большой счастливой семье, которая называется Евросоюз. И в этой семье есть определенные правила, как себя вести каждому члену семьи. Ну, все мы это знаем, да. Ну, естественно, сейчас, да, от Евросоюза идет очень сильный натиск декарбонизации энергетики. Да, вы правы, Латвия находится на авангарде самых зеленых стран. Ну, это не мнение Коннексуса, мое личное мнение, что да, возможно, нам надо все-таки остановиться и посмотреть на многие вещи так более трезво. И, возможно, не стоит быть всегда в авангарде. Ведь мы все знаем, что те технологии, которые, может, сегодня стоят очень дорого, и эффективность их достаточно низка, через три года может стоить дешевле и быть более эффективной. У нас есть звонок. И не зря же в театре говорить, чем больше, лучше актер, тем дольше пауза, да. Хорошо. Говорите вы в эфире. Добрый день. Да, слушаем. Такой вопрос к вашему политкорректному гостю, если он сможет на него ответить. Не считает ли он, что все эти действия, связанные с газом, это очередная попытка втянуть нашу Латвию в долги к американскому дяде? Не зря наш американский премьер побежал навстречу с этим газовым гостем из Соединенных Штатов. И уже это мы проходили с обязательными закупками электроэнергии, где господин Канич занимал одну из неплохих позиций в лоббировании этого вопроса. Спасибо. Ну, я отвечу своим любимым ответом на этот вопрос. Не знаю, пусть слушатель оценивает политкоррекцию, но или нет, я всегда это сравниваю. Почему-то у нас в Латвии во всем виноваты американцы, у русских тоже американцы виноваты в их всех бедах. Я все-таки думаю, что... Я надеюсь, что мы сами хозяева своей стране, и мы должны вести такую политику и такие методы хозяйства, которые выгодны нам в Латвии. Ну, кстати, я могу на это возразить, что, несмотря на то, что строительство Клайпинского терминала приписывали лоббистам, лоббированию Соединенных Штатов, все-таки первый газовоз с американским газом в Клайпиде был разгружен только в этом году. А 4 года она спокойненько работала на норвежском газе. Ну, кстати, и в этом году, между прочим, наряду с американским газовозом Клайпида приняла и газовозы Новотека, российской компании, которая является оператором жиженного природного газа, продает его и вполне конкурентоспособна на европейском и мировом уровне. Поэтому, ну, в этих случаях, так сказать, прямые такие конспирологические версии вряд ли стоит строить. Ну, я хотел бы добавить, потому что в своё время, как говорится, изучал, так сказать, ведущий опыт мировой газовой промышленности, готовил одну статью. И уже в 2015 году, то есть, теми же Российской Академией Наук по заказу правительства России была сделана, вот такая, как работа научная, да, по оценке изменений в газовом рынке. И Российская Академия Наук сделала заключение, что просто надо понимать то, что по результату открытия рынка основная цель, которую должны понимать обе стороны, что отношения между Европой и Россией от стратегических перешли на рыночные. То есть, если раньше газ являлся стратегическим ресурсом, то сегодня технологии, вот сжиженный газ, возможно, доставка, это открытый рынок только привело к тому, что уже нельзя спекулировать, как раньше, вот там плохой Газпром продаёт нам дорого газ. Года три-четыре назад это была главная тематика, да. На сегодняшний день рынок открыт, всё, у нас с Россией партнёрские отношения рыночные. Если их цена на газ будет выше, то весь газ венчук, он спридёт через сжиженный терминал, ну так, грубо говоря, да. И я считаю, что намного комфортнее с одной точки зрения. Ну, будем надеяться, что потребитель от этого всё-таки в конечном итоге выиграет, надёжность поставок не ухудшится, специалисты за этим бдят. Вот, а сегодня у нас в гостях был руководитель департамента инвестиций и развития «Коннексус Балтик Грид» компанией, которая отвечает за эксплуатацию магистральных газопроводов и инчуканского подземного хранилища газа, Ивар Щербицкий. А у микрофона была автор и ведущая программы «Подоплёка» Людмила Прибыльская. Всего хорошего, до следующей встречи. Спасибо, до свидания.